Ребят, всем привет! Хочу поотвечать на все ваши вопросы. Вопросов накопилось много, но было некогда. То дорога, то еще что-нибудь и получалось у меня. Ну, не успеваю я. Ну, бывает. Так, и первый вопрос. Я их заскриншотила. Это Instagram, как обычно. Faberlic, как пользователь, как попасть в вашу структуру и начать работать? Мне нужно в личку выслать ваш регистрационный номер. Если вы в нашей структуре, в нашей команде, на проекте Faberlic Online, я вам высылаю обучение. Если нет, то повторная перерегистрация запрещена. Если уже есть регистрационный номер, то нельзя регистрироваться заново. Далее. Какой сегодня самый актуальный и работающий метод для рекрутирования? Тот метод, который вы подберете для себя сами. Что я сейчас имею в виду? Методов рекрутинга огромное количество, масса просто. И мы все это рассказываем на вебинарах и на марафонах. Можно рекрутировать и быть видеоблогером, и спамить, и можно запускать таргет, контекст. Можно, например, собирать покупателей или бизнес-партнеров, получается, в свою команду. Что вам хочется? И получается таким образом, что у нас обучение есть по всем критериям. И чтобы это обучение для вас было таким нормальным, комфортным, чтобы вам нравилась эта система роста, вы должны попробовать для себя, что вам заходит, что вам больше нравится. Кто-то говорит, я в жизнь видео снимать не буду, а кто-то говорит, ой, а можно мне вот только видео снимать, и больше я ничего не хочу, да? То есть разные люди есть. И что вам больше подходит, что вам больше нравится, я, к сожалению, не подберу, пока не пообщаюсь с вами. Я с вами с 2017 года на YouTube, вы классные. Прямо с 2017, ну ничего себе, реально заряжайте своей энергией. Мне кажется, у меня там такие ролики глупые в 2017 год на YouTube. Мне кажется, я там вообще такую ерунду говорила. И у меня был сейчас как бы говор деревенский, а тогда я еще жила в деревне, и мне кажется, тогда был вообще ужас, как я разговаривала. Вот, как попасть на марафон? На марафон я уже ответила все вопросы, как попасть. Если вы запутались, если вы с нашего проекта, пишите мне в директ, я вам вышлю ссылочку на регистрацию на марафон. То есть на нашу обучающую платформу. И с нашей обучающей платформы, когда вы зарегистрируетесь, вам придет логин, заполните свой логин, пароль. И дальше, когда вы уже туда зайдете, на обучающую платформу, там будет баннер, прямо крупными словами, марафон и интенсив от Анны Кононовой. Свою личную систему роста я рассказала от и до. У меня было 10 вебинаров, около 11-15 часов, где-то так точно не засекала, но я очень много провела вебинаров. Все рассказала, да, то есть 10 вебинаров по часу, по полтора, некоторые даже ближе к двум часам, как я расту, как я работаю. Вот это моя система роста. Она достанется самым лучшим только выпускникам и директорам проекта WebberRick Online. Этот марафон только для вашей команды. Да, мы ожидаем полторы-две тысячи участников. Не знаю точно, сколько захочет, но пока что на данный момент уже к этому времени 350 человек за сутки набралось. Да, то есть вчера в 16.00 я закончила его презентовать, и вот уже набралось 300 человек. 350, да. Ну, вы понимаете, что до старта марафона 20 дней, включая этот, и, скорее всего, я еще запустила автооповещение по структуре через почту, через FL-чат. Еще разошлю голосовое сообщение, когда вернусь по всем своим, по всему проекту. Да, автообзвон запущу. Спрошу директоров, кто хочет, чтобы по их структуре автообзвон запустили. Поэтому будет огромное количество людей. Модераторов у нас мало. Модераторов не хватает, потому что все в огородах, все садят, копают. Так, а если Фаберлик, но не в вашей команде, можно участвовать? Смотрите, напишите мне в ЛС, кто не в нашей команде, я вам скину обучение, потому что обучение не хуже, чем у нас, здесь от компании Фаберлик. Просто там вас никто не будет проверять, да, то есть, а мы просто проверяем. Вот, в принципе, в чем и разница. Если нет наставника, наставник давно ушел из бизнеса, структура осталась, и не знает, что делать. Если наставник ушел из бизнеса, у вас такая же ситуация, как у меня, берите все в свои руки, связывайтесь с вышестоящим директором. Для начала берите ресурсы от компании Фаберлик, идите на курсы обучающие, от этой же, например, Марии Азаренок, или Катерина Изизовой, или Радислава Гондопаса. Берите все в свои руки и делайте. Нет такого, что вас бросили. Вы не можете в априори быть одинокими из-за того, что у вас ушел наставник, потому что компания Фаберлик – ваш наставник. Вот нам тоже часто говорят, ох, на проекте Фаберлик онлайн мне никто не пишет, как дела, если вопросы. Мы все работаем по принципу, что мы рядом. Мы рядом, мы ответим на все любые вопросы, но мы не будем доставать каждого влс, и это нормально, это уважительно к людям. Люди, которые хотят, чтобы их доставали и тянули на себе, но извините меня, я в банкомата стоять не буду, то есть я заинтересован, вместе с вами имею в виду, не буду стоять, денежки ваши с вами пополам я делить не буду, они будут только ваши, все, что вы заработаете. Поэтому я помогаю строить вам структуру, я помогаю, отвечаю на все ваши вопросы и вопросы вашей команды. Я помогаю вам в чатах, я провожу вам вебинары, планерки, организую вам марафоны вместе с директорами проекта Фаберлик онлайн. Вебинары ведутся каждый день, и если вы чувствуете себя одиноким, напишите своему наставнику, скажите, привет, как дела, что ты мне не пишешь? Я бы хотела пообщаться, созвониться или еще что-то. Я считаю это важным, быть инициативным самому. Приучайте себя к этому. То, что по найму вас будут доставать и контролировать, тут же вас будут поддерживать и будут отвечать на все ваши вопросы. Это как бы нужно вам провести параллель и понять, что к чему. Так, как проверить перерегистрации? Как проверить перерегистрации? Два одинаковых вопроса от разных людей. Во вкладке сообщества, когда вы заходите по своим логинам и паролям на сайт faberlic.com, вводите туда, попадаете в свой личный кабинет. У вас там будет вкладка сообщества. Заходите туда и вводите фамилию, имя, отчество человека, дату рождения, город и сравниваете. Сравниваете, если приобретительно такой человек. Я проверяю только так. Это не 100% точно, но на 90% помогает. Если меня удалили полтора года прошло, можно заново регистрироваться? Да, регистрироваться заново можно на следующий день после терминации. То есть вот вы терминировались, допустим, когда там по средам, по-моему, первую среду каталога компания Faberlic терминирует людей за неактивность. Если вы не сделали вообще ни одного заказа с момента регистрации, то за три каталога. Если сделали заказ с момента регистрации, то через год после последнего заказа первую среду следующего каталога вас терминирует. И вы можете регистрироваться туда, куда захотите, но при условии, что ваших близких, прямых родственников не зарегистрированы в компании. Если они зарегистрированы, то они имеют право на следование. Не забывайте, что компания серьезная, компания белая. Мы не какая-то там пирамида. Мы имеем право на следование с вами. То есть мои дети и мои родители не имеют права на следование. Мой муж и так далее. Так, вы очень супер, жаль, что я не с вами. Ну, конечно, да, жаль, но что поделаешь. извините за вопрос ваша ежемесячная зарплата сколько примерно более миллиона рублей в месяц что делать если ветка распалась как поднять ее одной у меня на ю тубе есть такое видео что ветка распалась что делать как собрать и так далее в первую очередь начать туда регистрировать людей бизнес-партнеров добавлять новых людей в чат вести вебинары вести планерки вести созвоны и новое вливание раз в три дня один раз в три дня то есть 10 регистрации в каталог у вас должно быть активных партнеров появляться то есть если у вас один партнер с 10 делает заказ то есть он надо 30 партнеров как минимум веточку а можно ли как-нибудь попасть на курс платно мы никогда ничего не продаем и не продаем платная у нас нет платных курсов у нас все бесплатно на проекте что будет после лайков и берлик ребят я сейчас не состою в российской лиге предпринимателей как состояла раньше я из него вышла потому что я не успевала за своей дочурочкой младшей а потому что у нас есть особенности развития вы об этом знаете и конечно же я туда вышла я теперь не знаю ничего наперед и даже если бы я там была дорогие мои я бы не имела права распространять такое понимаете нельзя говорить раньше времени что будет я честное слово на данный момент я вам клянусь я не знаю вот а не вы работаете по определенному графику нет скорее всего я оставляю приоритеты я умею расставлять приоритеты что сегодня важно пройти ваше обучение может человек с другой структуры нет мне нету на это времени но на ютубе очень много открытой информации где вы можете под видео задавать вопросы я буду там на них отвечать на обзоры новых коллекций одежды заказала заказываете оплачиваете полностью возвращаете да да так она и есть она если компания удалит номер регистрационный если она ваша компания удаляет и терминирует за неактивность регистрироваться можно на следующий день если же вы написали заявление на удаление то также год как с последнего заказа нужно ждать и регистрироваться никуда нельзя это по правилам компании аня добрый вечер как у вас разрешилась проблема со шторами ждем ждем что скажет адвокат там уже он сам вот разбираться мы уже предоплату за суд внесли все внесли дальше разбирается он сам обожаю ваши распаковки реально отдыхаю чашка горячего чая они то спасибо большое очень очень приятно честно сказать мне уже это не первый человек пишет и как то вот первые года у меня было очень много хейтеров которые меня доставали но я как-то вот их пережила они куда-то вот все пропали сильно грубых я блокировала более мягких хейтеров оставляла но так как я не реагировала ни на кого у меня остались одни доброжелатели сейчас время от времени хейтеры попадаются но у меня теперь есть армия адвокатов на ю тубе как я говорю которые не дают хейтерам меня обижать спасибо вам огромное это очень приятно потому что я действительно все снимаю от души и у меня нету за душой там что-то такое вот наврать там или сказать кому-то плохо или кого-то подковать и так далее и так далее да то есть вот просто люди иногда через призму общения может быть меня как-то неправильно воспринимают не знаю но еще появляются конечно но теплые слова я всегда читаю я сто раз голове прокручу а почему-то плохие слова я быстро забываю не кручу и к себе потому что слишком много уже было я к ним скорее всего привыкла до хейтеры делают нас сильнее вот и кули у вас такая девочка активная да она очень спортивная вот думаем в какой спорт ее отдать потому что все таки развиваться нужно на восьмой год я в растерянности сижу на форуме тоже с мамочек у кого тоже детки с таким диагнозом как у нас и они тоже немножко так в растерянности не знают как себя реализует ребенок и конечно я знаем огромное количество случаев когда детки с аутизмом становились успешными и богатыми я хочу я хочу этого мы ищем сейчас очень сложно кстати найти что у вики будет получаться очень сложно но я за не заметила что она спортивная хитрая и у нее очень хорошая память прямо заметила вот здравствуйте как сделать быстрый старт очень просто дорогие мои быстрый старт мы в течение получается 8 каталогов течение 8 каталогов с момента регистрации делаем любое звание не ниже директорского директор старший директор золотой директор рубиновые бриллиантовые серебряные пропустила да то есть порядочку да по карьерной лестнице какой статус вы успеете сделать за 7 каталогов с момента регистрации за 8 вернее и на 9 подтвердить и потом еще подтвердить 8 каталогов подряд или 8 каталогов за год вы получаете двойные квалификационные бонусы то есть с самого начала если смотреть то квалификационные бонусы у нас с вами идут за то что мы с вами подтверждаем какие-либо статусы да например мы открыли статус директора в течение 8 каталогов за год подтвердили можно с перерывами подтверждать и получили премию 55 тысяч а поверх того что мы каждый каталог еще получаем зарплату открыли старшего директора премию серебряного директора тоже премию серебряные 110 тысяч золотой 165 тысяч рубиновые 220 тысяч бриллиантовый 330 тысяч ну и так далее все выше 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 и что хочется сказать все эти премии умножаются на 2 если вы успеваете за полгода подтвердиться два раза то есть вот если например вы открыли золотого директора подтвердили два раза статус золотого директора то за директора 55 за старшего 27 500 за серебряного 110 из-за золотого 165 у вас сразу же умножается на два почти квартиру можно купить да получается вот таким вот образом скажите пожалуйста сколько будет стоить доставка через почту россии это индивидуально вам нужно заходить на сайт и смотреть там можно и отслеживать свою посылку и когда она придет в общем можно все дальше добрый день она как вы считаете реально вылечить аутизм мальчика пять лет я не медик я не медик я считаю что реально все главное не терять надежду потеряете надежду никому легче не будет ни вам ни ребенку нужно бороться и очень много заниматься я желаю вам только терпения огромного терпения и усердия усердия пригодится так не будет вопроса просто восхищаюсь вашей стойкости аплодирую вашей семье спасибо большое века большая молодец вам они терпения вот спасибо да меняемся это добрыми словами вы мать которых надо поискать счастья вам спасибо огромное так ребят а по поводу линз да я ношу линзы не знаю надо вам снять или не надо да то есть ношу линзы более 20 лет мне часто пишут что боятся линзы носить уже не первый случай вчера тоже написала девушка с которой мы постоянно общаемся линзы это такая ерунда я действительно когда родила свою катюшку она у меня была грудная мне было нужно было к ней вставать ночью я ничего не видела вечно теряла свои очки и так как зрение у меня было минус 5 я ничего не видела и я приобрела линзы потому что в линзах было удобнее вот сейчас моей катюшке из пол скоро исполняется 21 год и она и я до сих пор хожу в линзах то есть каждые четыре месяца я покупаю новые линзочки причем я покупаю различные то бесцветные то с каким-то цветом и сейчас нам у меня голубые такие вставлены да вот видите небесно голубые у меня глаза конечно немножко красные после поезда вот но суть в чем суть в том что я вообще нисколько не мучаюсь с линзами и мне вообще они нисколько не беспокоит и я ношу их 20 лет я их снимаю легко одеваю легко если надо я вам это продемонстрирую да то есть слабонервные отходите да вот видите я ее катаю по глазу очень комфортно и не знаю ни разу за 20 лет я не могла пожаловаться единственное но когда вы ныряете да там бассейн море океан без разницы да речка вы когда ныряете в получается глаза закрываете старайтесь иначе может водой вымыться и вы будете ходить вас будет все двоится один глаз будет плохо видеть другой глаз будет хорошо видеть да только вот в этом беда а так в принципе я себя чувствую как обычный нормальный человек вот и где-то примерно раз в два года я хожу полностью свое зрение проверяю потому что с чего-то же у меня пошел сбой в четвертом классе я перестала видеть начала получать двойки и сама даже не поняла что у меня село зрение мне моя бабушка говорит царство и небесное мы с ней попрощались уже очень несколько десятков лет назад можно так сказать вот мне было восемь лет она у меня уже тогда было зрение плохим когда бабушки не стал мне бабушка все время говорила что-то из-за того что я проткнула уши неправильно да то есть мы проткнули уши дома обычной иголкой мне было лет шесть семьи мне кто-то из подружек взял и тыкнул таких же малолетних как и я в тот момент была малолетняя да и вот тогда у меня и пошло и поехала все плохо плохо но в семье у меня никто не страдает плохим зрением у меня даже маме 73 года она только не до 74 господи почему ребята возраст мамы все время забываю мне не хочется чтобы ей было столько много лет мне хочется чтобы она была всегда молодая вот и да то есть вот так вот и получается вот поэтому я не знаю почему меня вот мама недавно только купил очки буквально вот и то чтобы смотреть вблизи понимаете а далеко она до сих пор видит хорошо поэтому не знаю я одна такая но все на все ваши вопросы я ответила по моему еще хочется сказать про очки я не стесняюсь носить очки я очень часто хожу в очках и по улице везде просто я их разбила надо новое заказывать вернее не я дочка у меня их разбила вот и я сейчас хожу в таких за 200 рублей купила и целый месяц уже так вот на ночи линзы сняла там ночью в туалет все что-то сходить чтобы я никуда не влеплялась потому что минус 5 это довольно так и серьезно я надеваю вот эти очки с утра я просыпаюсь разодеваю линзы вот как только я выберусь да как только у меня будет время сходить заказать себе очки обследоваться полностью я буду в stories и выходить в очках и я нисколько очков не стесняюсь и мне идут очки очень идут очки я вообще рада что я могу иногда походить в очках я раньше в поезде всегда только одни очки одевала и мне в принципе нравилось кстати видели ли вы что вышла соль обалдеть не встать полезная соль ребята это просто шикарно зачем москву я еду зачем 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 скоро все вам расскажу ребята потому что если честно я сама не поняла зачем честно скажу меня позвали на съемки а какого плана будут съемки я не знаю но у меня есть фотосессии в нашей с нашей коллекции фаберлик и я высылала свою страничку нашему руководителю дочернего предприятия потому что они мне говорили что у меня вроде бы как много возврата на возврата у меня немного бывает бывает такое что не мнение маме никак не не подошло и мы только тогда возвращаем да то есть очень мало вещей насущий на возврат и я все рассказывал высылала страничку вот смотрите даже я в фото компании фаберлик все такое и меня приметил андрей бурматиков и он мне написала комплимент под постом именно вот где в одежде фаберлик там в белой кофточке он не написал комплимент и мне так было приятно я мужу прибежала показал бы смотри-ка даже сам грыл андрей бурматиков создатель коллекции меня грыл интернете нашел и написал мне комплимент и потом буквально через несколько дней мне звонит ирана валентиновна и спрашивает хочу ли я в москву приехать на съемки я буду то я хочу какие будут съемки какого плана я не знаю я вам расскажу честно да вот пишут викуля молодец ну все больше вопросов нет если у вас еще остались какие-то вопросы дорогие мои задавайте вопросы лучше да вот в этом это кошечка рада буду с вами пообщаться я думаю истории сами классно чем прямой эфир проводи сейчас и готовы никто не видит а stories и видят все да сижу в номере сейчас пойдем в бассейн скорее всего пойдем бассейн потому что чем-то надо заниматься целый день хотели в океанариум сходить на в днх потому что у нас тут 7 минут от в днх но муж сказал что там уже были столько раз и зачем еще раз туда идти в то же самое место я говорю ладно пошли плавать пошли плавать пошли в сауну давай этот день проведем для себя вдвоем без детей без всех любят прям вдвоем до номер у нас видите какой малюсенький но ничего главное кровать большая можно развалиться и спать и друг другу не мешать а Продолжение следует...